Соевое молоко для ребенка имеет слегка бобовый привкус и специфический запах. Он не содержит молочных белков и лактозы, которые могут вызвать аллергию. В нем содержится больше всего белка и кальция среди растительного молока. Это хорошая альтернатива коровьему молоку в веганской диете, но вы должны быть осторожны с соевым молоком в детском рационе. Почему выбирают соевое молоко? Соевое молоко для ребенка становится все более популярным, но с другой стороны вызывает споры. Им есть место в диете вегетарианцев и веганов, но не обязательно в рационе детей младшего возраста. Вам также следует следить за количеством потребляемых соевых продуктов, поскольку избыток соевых продуктов может отрицательно сказаться на вашем здоровье. Особого внимания требуют люди с заболеваниями щитовидной железы и те, кто пытается забеременеть. Соевое молоко – один из видов так называемого растительного молока, а на самом деле растительный напиток из соевых бобов или обезжиренной соевой муки. Это водный экстракт, в котором есть смесь белков, жиров и углеводов. На протяжении веков он производился в Азии, в основном в Китае, но никогда не был основой питания там. Только в 20 веке соевое молоко попало в Европу. Изначально это было не очень популярно, но сейчас все большую популярность набирают различные диеты, особенно вегетарианские и веганские. Это связано с тем, что продукты животноводства приобретают известность, речь идет об их влиянии на здоровье, а также об условиях содержания животных и негативном влиянии их разведения на климат. На рынке представлено три вида соевого молока. Это традиционно соевое молоко из цельных семян, соотношение воды и сои в них составляет около 5 к 1. В таком молоке содержится около 4% белка. Молочно-соевое молоко, которое производится так, чтобы максимально походить на коровье молоко, содержит 3,5% белка, слегка послащенный, содержит добавленный жир и соль, а также часто добавки. Модифицированное соевое молоко для грудных детей – это продукт специального назначения. Его используют для кормления младенцев, которые не переносят молочные белки. Он модифицирован для удовлетворения всех потребностей детского организма. Он содержит все незаменимые аминокислоты, жиры, минералы и витамины. Не существует правил, регулирующих состав соевого молока, поэтому его пищевая ценность и состав ворвируются от производителя к производителю. Это значит, что стоит читать этикетки продуктов и сравнивать их между собой. На рынке доступно подслащенное и несладкое соевое молоко, обогащенное кальцием и витаминами, в основном витамином D и А и не обогащенное этими ингредиентами. Необогащенное соевое молоко – хороший источник фолиевой кислоты и калия. Он также содержит много витамина В12, но он плохо усваивается организмом человека из растительных источников, а также из соевого молока. Примерный состав различного соевого молока. Сейчас мы представим содержание важнейших ингредиентов. Обогащенное соевое молоко без сахара. Белок 7 граммов, углеводы 4, жиры 4, витамина D нет данных. Фолиевая кислота 24,3 мкг, кальций 299 мг, калорийность 80 ккал. Соевое молоко – полезно ли оно для здоровья? На этот вопрос нет однозначного ответа. В рационе взрослых людей, не страдающих аллергией, есть место для соевого молока. И, возможно, также в рационе детей до 5 лет, но только без сахара. У некоторых соевое молоко вызывает аллергию, у других нет. Употребление в больших количествах может негативно повлиять на эндокринную систему и щитовидную железу. В небольших количествах – нет. Людям с заболеваниями щитовидной железы следует избегать соевых продуктов. Здоровым – не обязательно. Итак, все зависит от возраста и количества соевого молока, которое кто-то пьет, типа напитка и состояния здоровья человека. Соевое молоко для ребенка вызывает споры по нескольким причинам. Первый – это широко распространенное выращивание генетически модифицированных соевых бобов, в которых используется глифосфат, герпицит, уничтожающий все растения, кроме генетически иммунных соевых бобов. В настоящее время до 90% мировое производство соя – это гемооккультуры. И хотя ученые согласны с тем, что одна только генетическая модификация не влияет на здоровье человека, использование глифосфата, остатки которого могут оставаться в семенах, все еще обсуждается. Во-вторых, соевое молоко содержит изофлавоны, которые являются фитоэстрогенами, то есть веществами, которые действуют как женские гормоны эстрогены. В случае большого потребления сои и продуктов из нее могут возникнуть гормональные нарушения, нарушения работы щитовидной железы, когда она не работает должным образом. При чрезмерном потреблении изофлавоны влияют на мужскую фертильность, могут ускорить половое созревание женщин и препятствовать созреванию мужчин. Однако мы подчеркиваем, только высокое потребление соевых продуктов может иметь такой эффект. Ежедневное употребление стакана соевого молока никак не повлияет на эндокринную систему человека. Другое дело, что сои может вызывать аллергию. Поэтому все соевые продукты, в том числе молоко, следует вводить в рацион постепенно и проверять на наличие аллергии. И многие виды соевого молока подслащены, чтобы сделать его вкуснее. Это спорно, поскольку в настоящее время существует избыток сахара в рационе людей. В последних правилах расширения рациона питания младенцев говорится, что подслащенные напитки нельзя давать детям до достижения ими пятилетнего возраста. Поэтому подслащенное соевое молоко однозначно нельзя включать в рацион маленьких детей. Из преимуществ употребления соевого молока и употребления соевых продуктов, которые перечисляют ученые, стоит упомянуть. Это устранение негативного влияния бисфенола А на женскую фертильность. Уменьшение приливов у женщин в менопаузе. Уменьшение потери кальция в костях у женщин в постменопаузе. Снижение уровня плохого холестерина липопротеидов низкой плотности. Потребление сои в детстве немного снижает риск рака груди во взрослом возрасте. Некоторые врачи считают, что использование модифицированного соевого молока должно быть только при учете следующих факторов. Это возраст ребенка старше 6 месяцев, легкая аллергия на белки коровьего молока без поражения кишечника, нет аллергии на другие продукты и подтвержденная иммуноглобулино-езависимая аллергия.